всем привет дорогие друзья из солнечной алании какой день погода у нас уже стоит солнечная теплая и вы слышите что на дороге движение есть машины ездят но идет по моему уже вторая неделя карантина скоро закончится в общем как мы проводим время дома работаем по необходимости выходим в магазин и в принципе все поэтому расскажите как вы проводите время чем занимаетесь может быть вы открыли в себе какой-то новый талант стали рисовать писать кто-то советует писать мемуары писать картины начать изучать новый язык в общем напишите чем вы занимаетесь но моя работа идет как всегда в компьютере стабильно поэтому я продолжаю заниматься всеми своими проектами появились какие-то новые интересные проекты но это специфика нашей работы поэтому всегда появляется что-то интересное и новое и у нас новости новости по поводу всех статистических данных вы можете узнать в официальных источниках фейсбуке в на страницах министерств как иностранных дел так и здравоохранения это то что касается тур цену конечно же вашей страны поэтому я всегда говорю обращайтесь к первой источнику ну а если говорить о ситуации в экономике в туризме и так далее то государство разработала пакет поддержки как крупного так и малого бизнеса увеличили пенсии на 500 лир вот вы видите рядом у нас дом до сих пор строится народ там тоже работает в общем не карантинит работает так вот медицинский персонал ему увеличили зарплату на сто процентов и государство набирает 32 тысячи медицинских работников в общем здесь у нас идет стройка поэтому мы с вами идем на другой балкон школы закрыты все торговые центры магазины и закрыты кроме конечно же продуктовых и аптек продолжается карантин людям старше 65 с хроническими заболеваниями запрещено выходить из дома и существует у разных магазинов система доставки в общем вся система отработана и люди старше 65 могут заказывать продукт на дом а также получать всю необходимую помощь всем рекомендуется конечно же находиться дома то что касается прогулок разрешено гулять но не в людных местах соблюдать дистанцию не кучковаться то есть находиться в максимальном отдалении друг от друга то что касается различных мер поддержки бизнеса и так далее а также жителей отложи отложена отложена выплата различных налогов отложены выплаты по кредитам в общем государство делает все возможное чтобы уменьшить последствия вот этого вот экономического кризиса поэтому говорим спасибо нашему государству медицинским работникам ну и конечно же остаемся социально ответственными это очень 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 важно это самое главное сейчас и если выходим на улицу как я уже говорила нам повезло у нас есть балкон и у нас постоянно солнышко не всем так повезло как нам поэтому выходим только по мере необходимости и сейчас мы поедем магазин и прокатимся также вместе с вами по алане кстати друзья кто-то написал совершенно странный комментарий по поводу того зачем вы так далеко поехали в магазин еще и гоняете машину то есть человек комментирующий это вы хотите чтобы мы чтобы мы тащили много литров воды с собой и кстати магазин недалеко в общем друзья пожалуйста когда вы что-либо комментируете пишите какой-то комментарий логически сначала все обдумайте посмотрите внимательно видео и только тогда пишите потому что ну я читаю иногда такие бредовые комментарии особенно не побоюсь этого слова диванных экспертов которые вчера были финансистами экономистами сегодня стали медиками ну ребят ну успокойтесь честное слово сейчас не время нагонять панику а кстати вчера очень умный один очень человек сказал ответ в ответ на вопрос что будет со всеми с нами он сказал это за пределами моих знаний поэтому все сейчас за пределами наших знаний просто ждем и надеемся на лучшее ну а теперь поехали сниму еще для вас наш район посмотрим на балконы на балконах в принципе никого нет никто не сидит я думала будет больше народу но никого вот только на том балконе сидит женщина и все никого больше никого больше нет все занялись наверное самообучением так едет какая-то громкая машина но это строительная техника тут у нас ездит куда и зачем интересно мы выехали из нашего дома и сейчас прогуляемся проедемся видите друзья сейчас такой новый вид вид прогулок проездок проездок по алане поэтому поедем вместе с нами приглашаю вас и обязательно пишите в комментариях куда вы хотите чтобы мы съездили мы планируем поездить по разным районам алании показать вам что что тут есть интересно сейчас есть время и но в принципе она есть всегда если хочешь и в общем пишите в комментариях что вы хотите чтобы мы вам показали ну а сейчас поедем в какой-нибудь интересное место и обязательно насладимся сегодня друзья мы с вами едем в газе пошел как я вам уже и говорила разрешено гулять пустынных местах не скапливаться поэтому мы сейчас проедем по очень живописному побережью до центрального до центрального пляжа газе пошли в общем насладимся морем солнцем и одновременно посмотрим газе пошел сейчас мы едем в районе оба по объездной дороге эта дорога всем вам известны здесь находится торговый центр аланию торговый центр аланию также закрыт все магазины закрыты все магазины вещевые конечно же закрыты народу на улицах не так много поэтому на этой дороге ничего такого интересного нет просто закрытые магазины и кстати много машин кто-то куда-то спешит сейчас мы в тосмуре поворачиваем в сторону кестеля и махмутлара погода сегодня солнечная и мы движемся в сторону газе паши до газе паши 39 километров сейчас мы проезжаем район кестель здесь тоже построено большое количество новых резиденций прям на первой линии от всех этих резиденций практически от всех подземные переходы либо перейти на другую сторону на сторону моря на набережную можно по вот таким вот мостам и здесь за последние 10 лет построено очень много резиденций я приехала в турец 10 лет назад и когда я приехала здесь практически практически ничего не было пляж здесь такой крупный песок галька многим нравится этот район он такой спокойный естественно здесь много магазинов и ходит общественный транспорт потому что это очень оживленный район оживленная дорога и прям после кестеля начинается всеми вами известный кем-то любимый кем-то нелюбимый кстати что я заметила друзья есть с набережной есть лесенки на пляж и сегодня я вижу что все эти лесенки также закрыты вот этой вот красно-красно-белой лентой то есть на пляж людям ходить тоже не советуют где-то закрыто где-то открыто но многие также в фейсбуке делятся тем что делятся фотографии того что лесенки на пляж и прохода на пляж закрыты мы уже в махмуд баре многочисленные пляжи махмуд лара закрыты и на пляже кстати практически никого нет ну я не вижу пока не мере отсюда пару вот пару человек гуляет и все люди гуляют по набережной это не запрещено но главное находиться на каком-то расстоянии друг от друга вот эти вот беседки тоже закрыты есть какое-то вот скопление людей мы все-таки стараемся не точнее не стараемся они ходим где много людей и никому не советую поэтому выезжаем какие-то совершенно совершенно безлюдные места вот вы видите тоже здесь все перетянуто лентами все закрыто на пляже здесь есть люди гуляют конечно же с детьми с животными с собаками ничего не поделать но все-таки спортом конечно же на спортивных тренажеров никто не занимается но все-таки лучше не находиться рядом со скоплением людей ну я по крайней мере придерживаясь этой мысли поэтому мы с вами едем в этот раз сторону газипаши мы в каркджаке и начиная от каркджака по всей дороге до газипаши можно наблюдать банановые плантации бананы растут как открытым способом так и в теплице и знаете в чем разница в том что бананы которые растут в теплицах плодоносят два раза в год а бананы которые растут открытым способом вот здесь вот видно прям на склоне прям на берегу моря огромное количество банановых деревьев а бананы которые растут вот таким вот открытым способом плодоносят всего один раз вот поэтому вот такая вот интересная разница и с 1 банана можно сорвать собрать порядка 50 70 килограмм банан и и плодоносит он очень интересно плодоносит один раз и во время того как банан плодоносит вырастает новый стебелек и когда срывают плоды старый старое дерево срубают и вырастает новый росток этот росток начинает плодоносит в течение ну семи семи где-то семи месяцев поэтому бананы очень очень интересный фрукт наблюдать конечно же за ними одно удовольствие смотреть как они растут это очень очень интересно но и вдалеке вот там где горы за горами уже расположена Газипаша мы поедем по старой дороге мы приехали в Демертаж на пляж здесь есть семья одна и больше никого вы кстати задавали вопрос почему столько камней на пляжах друзья это пляжи дикие здесь всегда были камни они всегда здесь есть в Алании огромное количество песчаных пляж но сейчас как вы понимаете мы посещаем только дикие пляжи где либо нет людей либо просто минимум народу поэтому в Алании большое количество разных пляжей кстати очень красивый пляж такой прям колоритный здесь есть и песок вот такой вот прям мелкий-мелкий и вот такие вот колоритные камни очень конечно красиво и как я уже сказала это пляж не туристический это дикий пляж здесь нет ни лежаков ни кафе никаких либо удобств это совершенно дикий пляж на который можно приехать на своей машине побыть здесь полюбоваться морем природой и уехать обратно если вы хотите хорошие песчаные пляжи с пляжными барами с лежаками то конечно же вам нужно ехать в сторону Клеопатры там большое количество таких пляжей ну а сейчас давайте останемся с морем и насладимся вот этой вот невероятной красотой так так и так да нет так ну а так ну а Продолжение следует... Продолжение следует... И там вы можете увидеть все самое последнее и интересное из Аланьи. Ссылка на группу в описании ко всем моим видео. Продолжение следует... 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 Как же здесь все-таки красиво, очень красиво. Вот такую вот интересную прогулку мы совершили с вами. Надеюсь, вам понравилось. Ну и, конечно же, друзья, оставайтесь здоровыми, смотрите наши видео, поднимайте себе настроение. И желаем вам всего самого лучшего. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok